Весна в Урае наступила рано и принесла с собой лужи в традиционных местах скопления талых вод. Некоторые районы до сих пор напоминают Венецию. Здесь автомобили и пешеходы преодолевают воду практически вплавь. Супруги Ганевы два года живут в микрорайоне Д. Говорят, что сегодняшняя весенняя проблема для их двора не новая. Вот смотрите, это вот вокруг дома вот так у нас вода была. И вот так вот все было в воде. Вот, вот, было все в воде. Вот, я с балкона фотографировала, я не могла пройти, воды много было. Потом приехали и все, у нас выкачали. В прошлом году я вот не видела, не знала. Да, нет, они откачивали с той стороны и она вода потихоньку-потихоньку вся ушла. Вот здесь вот сзади дома они откачивали насосами. Ну вот, а в этом году я вот сама видела, потому что на работе была. Я говорю, я не могу выйти, говорю, даже за хребетом, говорю, шапок резиновых нету, говорю. В чем ходить, говорю, даже не знаю, говорю, как тебе. В администрации города о проблеме знают и ищут решения. В прошлом году здесь установили дренажный колодец глубиной 7 метров, чтобы талая вода скапливалась в нем и уходила в грунт. При таянии снега образовалась запруда, лужа большая. Откачали воду, отогрели дренажный колодец, вода стала уходить. Сейчас мы видим, что она ушла недостаточно. Я думаю, это все-таки из-за того, что грунт еще мерзлый. Постоянно смотрим, выезжаем, контролируем состояние этого участка. При возникновении какой-то острой ситуации также будем сюда ставить откачку с дальнейшей парапаркой. Думаю, при установлении положительных температур все-таки вода отсюда уйдет. Эта лужа в микрорайоне Д попала в специальный реестр. Кроме нее в нем числится еще 28 мокрых мест. Вносятся туда такие участки, в которых не организован отвод талых или дождевых вод. До производства строительных работ по организации ливневой канализации мы отслеживаем состояние этих участков и организуем откачку. Система для стока талых вод установлена вдоль центральных городских дорог и в некоторых дворах. Итак, количество луж известно. Коммунальщики регулярно откачивают воду во дворах и на дорогах. А что думают по поводу весенней проблемы сами уральцы? Выясним прямо сейчас. Вообще в этом году, конечно, весна очень быстро пришла, и все интенсивно начало таять. И была, конечно, проблема. Но наши службы как могут спасать эту ситуацию. У меня лично во дворе, конечно, все отлично было, потому что у меня никогда не было проблем с этим. А так по городу, да, очень быстро устраняют эти лужи. Молодцы. С первых дней нормальный тротуар был. Ну, тоже вот как-то люди, даже если чистят, да, все вот эти зоны, которые... Центр Ленина, да, улицы вот эти центральные, она же проспектная, так скажем. Все, что касается во дворах, там вообще... Ну, то есть оставляет желать лучше. Сейчас вроде все подсохло. Сейчас, в принципе, спокойно хожу, вот в туфлях нормально, без проблем. Чтобы не было проблем, в городе постоянно работает спецтехника. Эту работу ведут не только весной, но и летом. Ведь после обильных дождей лужи возвращаются на прежние места. Правда, ненадолго. Механизм борьбы с подтоплениями налажен и работает без сбоев. Елизавета Портнова, Александр Кашкин. Наши города.